Ребят, мы в магазин ходим пятером, ни одного сотрудника к нам не подходило. По камерам они ничего вообще не смотрят. То есть мы покупаем, покупаем, покупаем просрочку, и сотрудникам вообще пофиг походу. Интересно, если сотрудника магазина попросить ходить в туалет, они пустят, как думаешь? Нет. Нет? Нет. А если я выпью колу просроченную и нас в эту бутылку? Я сегодня видел видео, как одна женщина попросила в туалет пятерочки, ее не пустили, и она прям в зале, короче, села, да, и стала. О, я видел, видела. Видел, да? Блин, я не смотрел, надо посмотреть. Если кто-нибудь смотрел такое видео, напишите об этом в комментариях. Ёб-палесе ты, это бельбец, мы можем просто по стеллаже камеру снять. Надо посмотреть, что у нас по стеллажам лежит. А что такое? Спрайт, что ли? Нет, это типа спрайт, ее мы просрочим. Там трагон с 9 месяцев. Изготовлен в июле 18-го, трагон с 9 месяцев, да. Он просроченный, в апреле. Тележку кидаем. Это мы по стеллажам нашли. А что у нас там еще есть, мы посмотрим. Ёж, там сколько мусора. Флэш. Флэш? Опа. Ёж, флэш просроченный. Флэш у нас просрочился в феврале этого года, 6 месяцев назад. Э, деньги нахуй. Деньги? Да ладно. Опачки. 2 рубля, 2 рубля. О. Так, добрые для детей. До 24-го июля. Эх ты. Фрэшко. Он в 20-го года. Там еще какая-то бутылка валяется. Сами пусть достают. Я там не достану. Так, а это что такое? По-любому. В прошлом году. Ребят, меринда просрочилась в июне 2018 года. Изготовлена в декабре с 17 до июня 2018. На год просрочка. На год и 2 месяца. Ты хочешь за стеллаж залезть? Я держу. Так, Никита, кто от полез? Кротно, кротно. Возьми камеру. Обзор сделай. Какой обзор? Залезть надо. Там чипсы? Ты куда полез? Не, не. Никит. Что, слышишь? Сейчас полк упадет, значит. А там может спрятаться. Ты что там делаешь? Сай, выгляни, выгляни. Там еще и Принглс, все, похавы. Принглс? Вон у него. Ну, вежит. Здесь пиво разгреви. Я тебе буду подавать, давай. Давай, давай. Сейчас, сейчас до самого. Так, это у нас пиво. Это заначка директора. До 19 ноября 2018 года. Опачки, пиво еще одно идет. Так, оно у нас просрочилось в сентябре 2018 года. Вот, до 21 сентября. На год просрочка. Чувак, кто хочет джин-тоник купить? Идите быстрее, купите. Опачки. Где там Ром? Все купят. Я хочу попробовать. Он алкогольный. Ну, так. Так, он просрочился у нас 23 февраля 2019 года. 6 месяцев назад. Оп. Просто вообще офигеешь. Ну и что там? На 3 года. Картофельные чипсы просрочились в 9 ноября 2016 года. 3 года назад. Оп. Просрочка на 3 года, на год и на год. Так, аккуратно, аккуратно. Тут стекло стоит с краю прям. Ты партизан в пятерочке. Вылезай давай, хватит. Ты тихо, пожалуйста. Вон он. Я тебя вижу. Давай, как огнетушители проверим. Когда он там, Мениной, срок службы 10 лет. В июне 13. Он еще 4 года просто. А не что такое? Афигу узнать. Дай дергай. Подхолок, чтобы хватит. Я сейчас дерну, все, рухнет. Никита, давай вылезай. Ты где там? Влезал, почти. Что-то выпутили. Кефир? Так, 17 год. До 15 сентября 17 года. На 2 года просрочные. Ой. Ох ты. Суп. Июль 19 до 31 июля. Да вылезай давай. Ты пипец грязный. Тебя можешь попить дать? Никита, ты им проход прочистил. Что ты меня снимаешь? Эй, не понял. Что ты творишь? Тебя потом в группе пятерочки выложат. Покупатель сошел с ума. Хе-хе-хе-хе. Что такое, картошка что ли? Не знаю, что есть такое, что-то не похоже на картошку. Пусть там валяется. Так и назову ролик. Просрочка на 3 года. Ты очень грязный. Мы директор нашли. Тут директор есть. А вскрывать будем? Я думаю, надо вскрыть. Здрасте. Здрасте. Который работает недавно в этом магазине. Недавно? Который, да. Который в шоке от этого всего. И, честно говоря. Вот есть на год, на два года. Вот на два года. Это, наверное, спад низа. Вот это. Да, да, да. С уложами там. На три года есть что-то. Ну, вот у нас сейчас убрали уборщицу, которую постоянно говорили, что снизу убрать. А у меня проблема, у меня коленка. Я убрала, я это все сделала. К сожалению, сейчас ее убрали. Вот у нас вчера первый день была новенькая. У вас еще очень много товара в молочке просроченной. Очень много. Там прямо идешь и все снимаешь вот подряд. Вот эти лёгу набрали за 15 минут. Вот я смотрю, вроде ротации есть, но не снимайте. И нам распять, наверное, продали просрочку. Вот и по поводу этого я с продавцом, который у нас работает на этом отделе, очень серьезно поговорила. Ну, вот в данный момент вчера ее не было. Ее заменял продавец, честно скажу, который работает у нас буквально неделю. И об этом сказали. Но так как вчера, вот я сама лично просто была на кассе, и двое продавцов в зале выставляли товар. Один на молочном отделе, другой в зале. Все, больше продавцов нет вообще. У нас в штате не хватает 5 человек, честно вам скажу. У нас директор, вот я сегодня выходная, мне позвонила моя слинщица. Сказала, у нее очень сильные проблемы, мне просто выдернули из дома. Вот у меня в день, и сегодня работает два продавца, которые на кассе, и еще один, все. Выше нет никого. Ну, мы заметили, вот у вас молодой человек. Но это молодой человек, он вообще сторонний. Это просто, который вот мы звоним в РТЗ, просим предоставить хотя бы, чтобы был грузчик, потому что через день приходит РЦ. А это то, что вот до второго, и, ну, в свою смену приду, буду разговаривать. И когда к вам эти 5 человек придут, то у вас заявка висит, да? Ну да, заявка висит, то, что у нас требуется штат. Приходят, стажируются, день-два разворачиваются и уходят. Все. Не понравилось. На этом, да, на этом дело закончится, потому что все боятся тяжелой работы. А если сразу их устраивать на работу, и потом они через день-два увольняются, директор лишает премию. Сейчас у меня очень жестко это все стало по поводу приема, увольнения. Вот я сама работала в другом магазине, мы тоже сначала боролись с такими потерями. Очень тяжело было, потом все-таки взяли молочные отделы, начали все это смотреть. Суперлазер просто меня недавно перевел в этот магазин, сказал, что здесь очень и очень плохо. А так как штата полностью нету, к сожалению, разорваться полностью. Очень хочется вот это вот, бороться с потерями, смотришь, но, к сожалению, просто рук не хватает. Я сама вот такую тысячу, на которой забывала, хватает. У вас просто некому вообще это снимать вообще, даже времени нет. Вот я говорю, вот честно вам, ребят, скажу, я вчера целый день сидела на кассе. У нас стояли три палета сухих и плюс приходила молочка. Вот я человека отпустила молочный отдел, который вот этот суп пропустил новинку, другая у меня выставляла сухой. Периодически и та, и та для этого на кассе. Потому что одна я полностью весь народ обслужить не могу. У нас приоритет, чтобы не больше трех человек на кассе. А нельзя, чтобы одного человека нанять, который у вас в сроке будет смотреть? Ну, как мы за час вот выйти, чтобы у вас в магазине один час всего. Я поняла. За целый день можно все пробежать. К сожалению, из своего кармана я это не помогу. Я, конечно, поговорю с директором на эту тему, чтобы кого-то стороннего нанять. Я, если честно говоря, за июль месяц я получила зарплату меньше, чем продавцам. Меньше, чем продавец? Меньше, чем продавец. 18 тысяч я получила, переведясь в этот магазин. А продавцы сколько получают? Продавцы где-то, которые вот здесь, из четырех человек, они получили 19,5-20. Хоть вот так вот пиши заявление и просто увольняйся. Придом того, что я одна и расчет твоих детей. Конечно, да, я в шоке, в большом. Вот почему-то сеть X5 Retail Group отличается среди всех. Мы по разным магазинам ходили. Сегодня были вот так, на Нарко 2. Огромный магазин. Мы нашли вот одну тележку, там в основном подсолнечное масло было. То есть, если убрать все подсолнечное масло, там меньше вот этого будет. На весь магазин. А мы там несколько часов ходили. Честно могу сказать, работая в другом магазине, у нас сначала просто приходили ребята в помощь. Ну, они приходят там, к директору подходят. Они вот сначала то же самое снимали. Потому что, как директор, у нас был полностью штат. Как директор поговорила с продавцами, немного все изменилось. Ну, конечно, да, человеческий фактор все равно все что-то пропускаешься. Абсолютно запомнить невозможно. Одна смена, допустим, смотрит, другая не смотрит. Вот это уже таких вот, как бы, потер нету. Но в этом магазине я не знаю, что делать с персоналом. Что делать вообще. Вот реально. Мне плакать хочется, ребята, честно. Я вам скажу. Без вранья. Мы были в Карусели, тоже эксперт РТЛ групп. И там можно... Нет, я знаю, у нас в Перекрестке Карусель-Птерочка. Да, и там просто ужас что-то творится. А вот если в ленту придешь, или, допустим, в океи, в Ашан, там, в Ашане в океи, еле найдешь. А вы что хотите? Продавцам не платят. Сейчас вот с августа месяца мы убавили зарплату. Только они еще пока не знают. Убавили? Они сделали совсем по-другому, и зарплатных меньше стало. Так они еще об этом не знают. Причем, у нас две просьбы. Нарушить целостность упаковки просроченного товара и вернуть деньги за просрочку. Без вопросов. Я сейчас при вас спешу, все утилизирую, все разорву. Мы не концептов обменяем, чтобы... Давайте сначала сукраем. А в магазине программ за качество чаем есть? В каждом магазине есть. То есть по каждому чеку? Я поняла, да-да-да. Там пиздец. Знаешь, мы просрочки сняли? Просто ходят и снимают в России. Ну да, типа того. И четыре чека вам по просрочке. Все будет в программе. Все будет в программе. Тихо. Три. Чека отмена. Деньги вернули. Пиво свежее. Твое. Угу. Четыре месяца до февраля. Свежее. Также финики. Платные, да, пятерочки. Говорят, что программу за качество отвечаем. Закрыли. Но и не закрыли. Так, еще чипсы. И еще одну морковку. Восьмой свежий. Никита у нас чипсы и морковки. Рома у нас с финихами, пивом и пастилой. И Маша с йогуртом, пастилой и морковкой. В общем, что, ребят, программа за качество чаем работает. Так что в Нижегородской области она не закончилась. Как вы видели, нам деньги вернулись. И подарки в программе за качество отвечаем. Дали. Какие овощи, фрукты везем? Там драку с собак. Да. Бабушки. Стоят, ждут. Я никогда не увидела ни в одном магазине, что-то таком было. Ну да, лазят, купонуют. Но что бы ты такой с детьми? Стоять и ждать. Так что люди прямо за просторшку берутся, да? Конечно. А бабушки-то не пенсии-то какая. Они прекрасно знают, что это все будет выкидываться. Они проще прийти в магазин, что-то все найти, ешь, пей. Ну, они-то не ищут. Снова же за это ничего не будет. Они не знают, скорее всего, просто. Им проще постоять, подождать. Потом драться с помойкой. Это Россия. Я видел в ВКонтакте, где там из пятерочки выбрасывают. Прямо тележку. А это нет, не только из пятерочки. Это бегут все. Это и в других магазинах то же самое. А людям надо на что-то взять. Надо ведро. Ведро как ковы. А там помойка прямо дежурит, что ли? Да? Даже сейчас? Сейчас не знаю. И вы каждый вечер выбрасываете? Конечно. У нас по коколе приходит мерчать. Конечно. Вот это вот все им. Ты не выкидывай, пускай они. Нет, мы сейчас это все вынем, оставляем и вот пускай они нам компенсируют. Они будут отвечать за ковы, да? Да, мерчат. Они за ковы будут отвечать, да, мерчат? Они пробьют, это разрушено. Они приходят, они должны за это отвечать. Это их не продукция. Близкие коколы. Близкие коколы. Близкие коколы. Коколы можно добыть. Давайте туда еще ментос запустим. Ментос есть в просрочной? Нету. Можно будет в просрочной. Вулкан устроим. Как же? С просрочки. Все, вскрыты все? Открывайте, все, мы уходим. У нас рабочий день закончился. В общем, ребят, по просьбе подписчика мы сходили именно в эту пятерку. И как выяснилось, в ней очень много просрочки. Сотрудников не хватает, потому что X5 Retail ни хрена не платит продавцам. Из-за этого они долго не держатся. А по словам администратора, им еще и зарплату убавили. Но они пока этого не знают. Видимо, руководству X5 не хватает денег на очередной Гелендваген. Я лишь пожелаю администратору крепких нервов и постоянных сотрудников. Подписывайся на наш канал, ставь лайк под видео, это помогает ролику попасть в тренды. Напиши в комментариях, в какой город нам приехать с проверкой. Вступай в наш паблик ВКонтакте и Инстаграм. Также подпишись на наш Телеграм-канал. Ну и нажми колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok